привет это мастер-класс по вязанию вот такой сумочки из трикотажной пряжи для вязания этой сумочки мы научимся вязать вот такое дно без отверстий в центре научимся вязать вот такой вот узор с протяжками в шахматном порядке научимся вязать стеночки перпендикулярный расположены также свяжем крышку тоже этим же узором только поворотными рядами сделаем обвязку крышки соединительными петлями научимся прикреплять крышку к основной части изделия для вязания вам понадобится около 100 метров трикотажной пряжи это либо один полный клубочек одного цвета я захотела сумку двухцветную поэтому использовала два цвета пудра и жемчужный также я использовала при вязании крючок восьмого размера моем случае фирмы эдди он у меня был пластиковый очень пригодится при вязании иголка для того чтобы прятать кончики лишние хвостики и маркер маркер мы будем с вами отмечать начало и конец ряда маркер особенно пригодится если вы новичок в вязании также потребуется фурнитура для сумочки в моем случае это портфельный замок также это может быть магнитная кнопка она здесь очень удачно тоже смотрится я выбрала еще два кольца карабина в цвете золота и цепь с карабинами тоже цвет золота всю необходимую фурнитуру и пряжу трикотажный вы можете приобрести в моем магазине линдомания точка ру для начала необходимо связать цепочку из воздушных петель петель должно быть 12 вхватываю крючок лентой первую петельку я всегда провязываю в конце я ее не затягиваю не делаю из нее узелка 2 3 4 5 провязали 12 воздушных петель 12 косичек если насчитали то вяжите одну петлю для подъема 13 петлю ее пропускайте и сейчас начинаете сразу обвязывать косичку из воздушных петель с обоих сторон а сейчас расскажу вам небольшой секрет как обвязать такую косичку чтобы в центре не было отверстий для этого вкладывать крючок мы будем не вот сюда не под крайнюю стеночку петли как часто делает рукодельницы мы перевернем полностью косичку вот так выглядит ее изнаночная сторона будем вкладывать крючок под центральную петельку вот это вот сейчас покажу лучше вот косичка с двух сторон стеночки а в центре есть вот такая петелька вот в нее мы будем вкладывать крючок пропускаем последнюю 13 петлю она для подъема у нас вкладываем крючок в эту петельку центральную вот так она выглядит протягиваем ленту и провязываем две петли на крючке то есть вяжем обычный столбик без накида только крючок всегда вкладываем вот в эту центральную перемычку петлю и и так вяжем до конца ряда первую петлю тоже провязываем также через центральную петлю вкладываем крючок провязываем столбик без накида обратите внимание что у меня не остается узелка никакого вот так выглядит первая провязанная петля просто хвостик здесь и все просто мне часто потом в комментариях спрашивают что я неправильно говорю количество петель что я набрала их 11 12 просто первую петлю я провязываю теперь вот так выглядит косичка провязанная за изнаночные петли с обратной стороны нам нужно ее теперь обвязать с обеих сторон вот в эту же крайнюю петлю я вкладываю крючок и провязываю в нее еще две петельки чтобы развернуться вот так провязала и мы уже находимся на обратной стороне этой косички из воздушных петелек вот теперь я уже вкладываю крючок под обе стеночки петли и и так же точно провязываю столбики без накида только в обратном порядке в обратную сторону двигаюсь вот так дохожу до последней петельки давайте разберем что здесь мы провязывали это была петля для подъема 13 и в нее же мы провязывали первый наш столбик без накида то здесь как бы две петли уже провязанная петля для подъема тоже считается петлей провязанной поэтому мы в последнюю петлю провязываем 1 столбик без накида вот так и можно считать что у нас симметрично в угловых петельках провязана по три петли здесь роль одной из петель играет петля подъема теперь нам нужно соединить ряды ряды мы будем соединять чтобы дно получилось ровным и при переходе к стеночкам не было никаких ступенек это вопрос о том что некоторые вяжут дно по спирали ну вот ну на мой взгляд в этом случае спираль не подходит нужно будет соединять ряды и делать петлю подъемом и вот таким вот образом выглядит косичка провязанная за изнаночные петельки как видите отверстий в середине в центре почти нет переходим к вязанию второго ряда дна и в общем то этот ряд будет завершающим потому что дно в этой сумочке небольшое делаю петлю для подъема чтобы перейти на уровень второго ряда и в петельку которая была в предыдущем ряду петлей подъема 13 вкладываю крючок туго у меня уже проходит и провязываю столбик без накида вот так таким образом у нас вот эта первая петля как будто бы удвоилась то есть здесь петля для подъема здесь столбик без накида 2 петли провязали следующую петлю тоже удваиваю вяжу в нее 2 столбика без накида вот так выглядит а дальше можно вязать по прямой в каждую петлю провязывая по одному столбику без накида Но вязать так мы будем, конечно, до тех пор, пока не подойдем к крайней петельке первого ряда, в которую мы с вами провязывали 3 петли. Вот нужно нам до нее добраться. После того, как мы дошли до петель закругления, это вот эти 3 косички, 3 петельки, которые мы провязывали в крайнюю петлю, первую воздушную, которую набирали, мы также делаем удвоение. То есть в каждую из этих трех петель мы провяжем по 2 столбика без накида, чтобы продолжить это закругление плавное, которое начали в первом ряду. Вот так вот провяжем сейчас. В каждую петлю по 2 петельки. И вот так получилось, вот такое закругление. После этого можно опять вязать по прямой в 1 петлю по 1 столбику без накида до тех пор, пока вы не дойдете до закругления очередного. Получается, что в этом ряду у нас остается с вами 1 непровязанная петелька, петля закругления она у вас 1, потому что вот в эту петлю мы вязали столбик, петлю для подъема и столбик без накида. И вот она одна такая у нас осталась, в которой надо тоже провязать 2 столбика без накида. Теперь вы можете соединять конец и начало ряда, причем так как этот ряд у нас последний, и сейчас мы будем вязать стеночки, которые будут идти перпендикулярно дну, в сторону обратную от вас. Нам удобно вот эту петлю последнюю, которую на крючке у нас, вытянуть наизнанку, вот так. И уже здесь, с изнаночной стороны, вы начнете вязать стенки. Но пока мы не перешли с вами к вязанию стенок, дно можно прогладить, потому что оно не идеально прямое, но это мягко сказано, оно загибается. И если вы хотите, чтобы оно выглядело аккуратнее в изделии, да и вязать так будет проще, лучше прогладить через хлопковую тряпочку, можно с паром. Вот так выглядит проглаженное дно. И теперь переходим к вязанию стенок сумочки. Вот так мы с вами закончили вязать дно, вытянув с обратной стороны с изнаночной петлю. Мы не будем делать петлю для подъема, так как будем вязать стеночки по спирали. Поэтому мы сразу начнем вязание первого ряда стенок. Стенки мы будем вязать таким образом, чтобы они сразу располагались перпендикулярно к дну. Для этого вкладываем крючок в заднюю стеночку петли крайнего ряда и еще вкладываем крючок в петлю, которая следует за задней стеночкой. И вот эта петля, то есть вот эту и вот следующую, вот в такую петельку. Вкладываем крючок и провязываем столбик без накида. Вот так. Еще раз покажу. За заднюю стеночку петли и за петлю, которая идет следом. И провязываем столбик без накида. И вяжите так в каждую петельку по одному столбику без накида до конца ряда. Первый ряд стеночек подошел к концу. Соединять ряды я не буду, я буду вязать по спирали, чтобы не было шва. Потому что при вязании этой сумочки, мне кажется, ступенька, она более незаметна. К тому же рисунок у нас невысокий, поэтому ступенька будет небольшая. Я начинаю сразу вязать второй ряд. Вот здесь вы можете поставить маркер, потому что вязать будем по спирали. И в конце сумочки вам надо видеть, в каком месте остановиться и закончить. Вот. Поэтому маркер будет кстати. Во время вязания дна тоже его можно было использовать. Если вы новичок и боитесь запутаться, не видите еще пока в начало ряда, маркер в этом случае очень хорошо выручает. Его сразу видно и ошибку сложнее допустить. Я буду вязать сумочку узором с протяжками. Первый ряд этого узора вяжется, как вы уже поняли, просто столбиками без накида. А уже во время вязания второго ряда начинаются протяжки. Протяжки у нас будут чередоваться. В одну петлю мы будем вязать обычный столбик без накида. Вот я в первую провяжу его. Вот так. А вторая петля уже будет с протяжкой. Что такое протяжка? Протяжка это тот случай, когда вы вкладываете крючок в петлю не совсем стандартным способом. То есть мы сейчас с вами должны были бы вложить крючок вот сюда, чтобы получить столбик без накида. Но мы отступаем, ищем отверстие внизу под галочкой и вкладываем крючок в него. Вот так. Там мы точно так же берем свободный край пряжи и вытягиваем его. Делаем протяжку. Вот. Вытягивайте не очень сильно, но и не очень слабо. Здесь нужно потренироваться. Если вы будете вытягивать мало, то узор у вас будет смотреться стянуто. Не очень красиво. Если много, то неаккуратно. Нужно вытянуть вот такое количество пряжи, чтобы при провязывании вот так вот крючком у вас была красивая вытянутая петля, воздушная, свободно лежащая. Если будете сильно затягивать, то у вас пряжа будет вытягиваться сильно и не будет воздушности, эффекта воздушности при вязании протяжками. А он, на мой взгляд, самый привлекательный, этот эффект вот этих воздушных протяжек. Значит, вот будем считать, что эту петлю, вторую мы тоже провязали. Третья петля вкладывается стандартным, вяжется стандартным столбиком без накида. Вкладываете, как обычно, крючок за обе стеночки петли. Вот так провязали. Следующая петля снова протяжка. Вкладываем крючок на ряд ниже в отверстие. Вот это вот под галочкой. Вытягиваете также свободный край пряжи, делаете протяжку и провязываете ее две петли на крючке. Вот так. Ну и таким образом вы чередуете. Столбик без накида, петлю с протяжкой. Если вы будете вязать впервые узор с протяжками, то вам просто предстоит научиться одинаково вытягивать пряжу, чтобы рисунок смотрелся аккуратно. А вот здесь нужно наловчиться, одинаковое расстояние делать при вытягивании вот этой петельки. Тогда он будет смотреться симпатично и аккуратно. И вяжем так до конца ряда. Ряды мы с вами соединять не будем. Сейчас еще раз покажу, что мы будем делать, когда дойдем до начала ряда. Я дошла до третьего ряда. Вот он наш маркер, который говорит нам о том, что здесь первая петля. Последняя петля, которую я провязала, была стандартным столбиком без накида. И сейчас как раз получается, что я должна вязать, вяжу я в шахматном порядке. То есть если в предыдущем ряду петля столбик без накида обычный, значит в этом ряду я должна провязать эту петлю с протяжкой. Вот так. Следующая петля в предыдущем ряду с протяжкой, значит я ее должна провязать стандартным столбиком без накида. И таким образом я буду вязать все-все ряды до конца сумочки. Чередовать протяжки и обычные столбики без накида. Провязать необходимо 13 рядов с учетом первого. То есть сейчас мы с вами начинаем вязать третий ряд. Если вы хотите связать сумочку большего размера, то вам, конечно, необходимо будет изначально набрать большее количество петель. Вот здесь вот, вот эту косичку сделать больше первую. Делать вам ее нужно таким количеством петелек, чтобы это количество делилось на два, то есть четным. Если вы будете делать четное количество петель, у вас при вязании стенок вот этот переход от ряда к ряду получится как раз логичным, как он у нас получился. И чередование очень удачное в шахматном порядке. Если у вас будет нечетное количество петелек, то вот этот шов будет получаться некрасивым, так как здесь будет встречаться два столбика без накида или две протяжки подряд. После того, как провяжете 13 рядов, у вас получится вот такая основная часть. И останется нам выполнить крышку и перекрепить ее к основной части сумки. А пока я вам покажу, как можно закрыть, закончить вязание последнего ряда, чтобы ступенька была менее заметна. Для начала с помощью маркера определим, в каком месте нам нужно завершить ряд. Вот я прямо поднимаюсь и понимаю, что это и есть последняя петля. Я обрезаю нитку. Оставляю примерно 10-15 сантиметров. Нитку вытягиваю. И имитирую последнюю петлю. После того, как вытянула нитку, руками вытягиваю вверх последнюю петлю. Стараюсь их сделать на одном уровне. Вкладываю крючок. Вот петлю, которая сразу же после окончания ряда у нас. Вытягиваю мой хвостик обрезанный. Вот так. После того, как хвостик вытянули на лицевую сторону, вкладываем крючок в середину между двумя стеночками последней петли. И протягиваем этот хвостик снова наизнанку. Вот так. Разравниваем руками. И получается вот такая петля, косичка, которая очень похожа на все остальные косички. Теперь нам нужно будет спрятать этот хвостик с обратной стороны. Прятать хвостики довольно просто. Для этого хвостик продевается в углу для вязания. Для пряжи вот такая вот иголка толстая, пластиковая. Так просто удобнее делать. И с обратной стороны между петлями эта игла прокалывает полотно не насквозь, естественно, а только зацепляясь за крайние петельки. Вот так вот. И вытягивается этот хвостик. Протягивается за этими петлями. Сильно не затягивайте. Старайтесь, чтобы, естественно, лежало полотно. Ну и протянуть, конечно, желательно побольше. Чтобы он не выскочил случайно в процессе носки. Также я знаю, что вот такие хвостики потом после протягивания можно пришить с изнаночной стороны полотна нитками в тон пряжи, чтобы они уже точно железно не выскочили никогда у вас с лицевой стороны. Также очень хорошо, конечно, такие хвостики маскирует подкладка, вшитая в сумку. Она, в принципе, все неровности и неидеальности, которые есть с изнаночной стороны изделия, очень здорово маскирует. Вот. Я даже чуть-чуть внутрь уведу этот хвостик. И там внутри его обрежу. Вот так получилось. Приступаем к вязанию крышки. Для вязания крышки необходимо набрать 17 воздушных петель. Для того, чтобы связать крышку, мы набираем 17 воздушных петелек или то количество воздушных петель, которые мы набирали при вязании дна, плюс 5 петель. То есть в нашем случае 12 мы набрали, прибавляем 5, получается 17. 17 петелек набрали, еще одну 18-ую делаем для подъема. И отступая эту петлю для подъема, мы вяжем первый ряд точно так же, как мы вязали с вами стеночки. Первый ряд вяжем столбиками без накида. Вязать я буду так же вот в эту перемычку с изнаночной стороны, как будто бы так же, как мы вязали с вами, начинали обвязывать дно. Мне нравится, как получается край в этом случае, при вязании за изнаночную вот эту перемычку. И я вяжу 17 столбиков без накида. Первую набранную петлю я тоже, как обычно, провязываю и не делаю из нее узелка. Дальше делаю петлю для подъема и переворачиваю вязание. Крышку я буду вязать тем же узором, что мы вязали основную часть сумки, то есть вот таким же узором с протяжками. Но так как мы будем вязать с вами его, естественно, не по кругу, а переворачивая вязание то лицевой, то изнаночной стороной к себе, то и узор этот будет связан поворотными рядами. И выглядит он будет немножко по-другому, но в одном стиле с основной частью сумки. Первую петлю мы будем также вязать просто столбиком без накида, а вторую петлю будем делать с протяжкой. Смотрим, в какое отверстие нам вкладывать крючок. Делаем точно такую же протяжку, желательно воздушную, и провязываем две петли вместе. Следующий столбик опять без накида, потом снова ищем отверстие на ряд ниже, и делаем протяжку. И вяжем таким образом до конца этого ряда. Последняя петля у меня получилась провязанная протяжкой. Делаю петлю для подъема и переворачиваю вязание. С этой стороны вяжу по такому же принципу в шахматном порядке. Если ряд ниже у вас был провязан просто стандартным столбиком без накида, значит в этом ряду вы вяжете там протяжку, а если следующая петля с протяжкой, она будет с протяжкой, так как они чередуются, то вы вяжете обычный столбик без накида. И в таком шахматном порядке мы вяжем все остальные ряды. В этом ряду последняя петелька будет связана просто столбиком без накида. Сложности при вязании крышки у вас не должно возникнуть. Единственная ошибка, которую может быть вы... Есть риск, что вы будете совершать, это не провязывать последние петли. Не всегда я вижу, что бывает с этим сложностью у девочек. Вот здесь последнюю петлю смотрите внимательно, нужно ее провязывать, есть она там или нет. Потому что если вы ее провязывать не будете, крышка у вас будет сужаться, она не будет прямоугольной. Делаем петлю для подъема, переворачиваем и вяжем опять в шахматном порядке. Вяжем таким образом 9 рядов с учетом первого ряда. То есть первый ряд мы вязали с вами без протяжек и еще 8 рядов дополнительно с протяжками. Всего 9. Теперь приступаем к вязанию последнего 10 ряда. Он у нас будет фигурным, необычным. Для его вязания делаем петлю для подъема, переворачиваем вязание и вяжем 4 столбика без накида. 4 столбика без накида провязали, теперь будем вязать новые элементы. Возможно для кого-то они будут совсем новые, кто-то умеет уже вязать. В любом случае сейчас покажу подробно. Вначале будем вязать полустолбик с накидом. Для того, чтобы связать полустолбик с накидом, нужно сделать накид вот так на крючок, вложить крючок стандартно подобие стеночки петли, вытянуть рабочую ленту. И у вас на крючке должно сейчас быть 3 петельки вместо 2. И все эти 3 петельки мы одним движением вместе провязываем. Вот так. Полустолбик такой получается повыше немножко, чем столбик без накида. Следующий элемент будет еще выше. Это будет столбик с одним накидом. Делаем так же накид на крючок, вкладываем его подобие стеночки петли, вытягиваем ленту. И у нас на крючке снова 3 петельки. Только мы теперь их будем провязывать в 2 приема. Не сразу все вместе, а по очереди. Вначале первые 2 петли, потом последние 2 петли. Вот так. Следующий элемент будет еще выше. Это будет столбик с двумя накидами. Вот так делаете 2 накида. Вкладываете крючок, вытягиваете ленту. У вас на крючке 4 петли. И мы эти 4 петли сейчас постепенно будем провязывать. 2 вместе, еще 2 вместе, и еще 2 вместе. То есть, вот так вот в 3 приема провяжем. Это столбик с двумя накидами. И таких столбиков с двумя накидами должно быть всего 3. То есть, еще 2 нужно так провязать. Делаем 2 накида, вкладываем крючок, вытягиваем ленту, и по 2 петельки вместе провязываем. И еще один такой сделаем элемент. 2 вместе, 2 вместе, и 2 вместе. Вот такой высокий элемент. А дальше будем вязать на убывание. То есть, сейчас все ниже, ниже, ниже будут элементы в обратном порядке. То есть, первый у нас будет после этого просто столбик с накидом, где мы постепенно провязываем по 2 петли вместе. Еще следующий элемент будет полустолбик просто. Это там, где мы все 3 петельки одним движением вместе вот так провязываем. Ну и остается просто столбики без накида. Их у нас должно быть с вами 5. 2, 3, 4, и 5. Вот. Получается, что симметричный будет элемент, так как у нас вначале была петля для подъема пятая. А сейчас мы связали 5 столбиков без накида. И вот этот подъем, он будет в центре расположен нашей крышки. Вот. После того, как вы провязали последний ряд крышки, нитку не обрезаем. А нужно прогладить теперь эту крышку и отпарить. Чем я и займусь сейчас. После того, как прогладили и отпарили крышку, мы начнем обрабатывать ее край. Обрабатывать я буду столбиками с соединительными петлями. Сейчас покажу, как это делается. Чтобы вот так вязать соединительными петлями, нужно вложить, то есть обрабатывать я буду боковой край крышки, вот здесь, и плавно перейду к прикреплению крышки к основной части сумки. Вкладываем в первую петельку, вытаскиваем свободный край ленты и его же протягиваем через ту петельку, которая у нас уже есть на крючке. Потом вкладываем крючок в следующий, под обе стеночки петли, вот так вот. Точно так же протягиваем через ту петельку, которая уже есть на крючке. Ищем следующую. Вот здесь она должна быть спрятана под протяжкой. Тоже делаем косичку. Опять под две стеночки петли косичку. Под протяжкой косичку. Под обе стеночками петли косичку. Ну и, в общем-то, так делаем, пока не дойдем до конца края. После того, как обработали весь край до конца, мы переходим к пришиванию крышки, к основной части сумки. Поэтому вот самую вот эту вот первую петельку я пока ее никак не провязываю, потому что я ее буду уже провязывать вместе с полотном основным. Для начала нужно выбрать, какая сторона сумки у вас будет лицевая, а какая обратная. Но по большому счету они у вас должны получиться абсолютно одинаковые. Ну, может быть, какая-то из них просто будет более аккуратная, какая-то менее аккуратная. В общем, ваша задача определиться, какая из них лицевая. Я выбрала, что вот эта сторона будет лицевая. Соответственно, пришивать крышку я должна буду к вот этому краю сумочки. Я прикладываю крышку в нахлёст к краю сумки. Делаю это так, чтобы крышка была в центре. Смотрите внимательно, чтобы она не была сдвинута ни ближе никакому из краев. Переворачиваю, чтобы лучше было видно. И показываю сейчас, что я буду делать. Ищу самую крайнюю первую петлю и в нее вкладываю крючок под обе стеночки петли. Потом ищу самую первую петлю, которую я буду пришивать крышку. Ее тоже прокалываю в подобии стеночки петли. Вкладываю крючок. После этого я вытягиваю свободный край ленты. Вот так. И также точно его протягиваю уже через ту петельку, которая у меня есть на крючке. Ну и повторяю это со следующими петлями. Значит, вначале прокалываю в подобии стеночки петли крышку, потом ищу следующую петлю тоже там в подобии стеночки петли прокалываю и вытягиваю свободный край ленты. Вначале через сумку, потом через крышку и уже потом через ту петлю, которая на крючке. Я таким образом буду пришивать до тех пор, пока у меня не закончится крышка. после того, как мы пришили полностью крышку к основной части сумки, нам необходимо обработать боковой край крышки. Также мы будем делать точно, как и аналогично, как мы делали перед этим. Вкладываем поочередно крючок в разные ряды крышечки и провязываем соединительные петли. Получается косичка. Когда закончите обвязку боковой части крышечки, можете приходить к обвязке нашего фигурного края. Здесь будет обвязка будет происходить по тому же принципу соединительными столбиками. Единственное отличие, что мы будем с вами вкладывать крючок не подобие стеночки петли, а между стеночками петли или только за заднюю стеночку петли. Вкладывайте вот так крючок и точно так же вяжем соединительный столбик. Снова только за заднюю стеночку петли и соединительный столбик. Таким образом, вкладывая крючок только за заднюю стеночку петли, у вас будет такой интересный получаться эффект объемной косички двойной. видите вот здесь вот видно и переднюю стеночку петли и наши соединительные петли вот и таким образом вяжите до конца фигурного края после того как провязали последнюю петлю обрезаем нитку вытаскиваем хвостик и также попробуем сейчас имитировать с вами петельку которая смотрится так как будто ее провязали для этого вот под одной из косичек под последней косичкой под первой косичкой точнее проводим хвостик вкладываем крючок в центр последней теперь уже косички и вытягиваем на изнаночную сторону хвостик нашей ленты вот так получается очень незаметно теперь нам необходимо спрятать все хвостики лишние для того чтобы спрятать хвостики нужно продеть хвостик в иголку пластиковую и с изнаночной стороны изделия эту иголку вдевать в крайние петли стеночек чтобы не видно было качестве лицевой стороны вот так вот ее продевать этот хвостик продевать и обрезать покажу вам как этот шов смотрится с внутренней стороны вот крышка вот так закрывается и вот так с внешней стороны просто косичка соединительных петель осталось дело за малым прикрепить всю необходимую фурнитуру на крышочку можно прикрепить хорошо будет смотреться магнитная кнопка с усиками или пришивная либо можно сюда прикрепить портфельный замок вот я хочу сделать сюда портфельный замок портфельный замок который я выбрала состоит из двух частей как и все портфельные замки верхняя часть крепится с крышки нижняя часть крепится к основной части сумки нижняя часть крепится с помощью усиков и пластины пластина должна быть обязательно в комплекте потому что она позволяет крепко и более удачно прикрепить замок сумочки а верхняя часть нас шипами у меня и это очень удобно для трикотажной пряжи так как полотно очень широкое и чтобы туда вложить я могу разжать вот эти вот усики которые удерживает замок вложить туда полотно вязаной и обратно эти усики сжать чтобы уменьшить вот это отверстие куда вкладываем пряжу вот этим я сейчас и займусь разожму усики после того как мы разжали усики отверстие вот это стало значительно шире туда можно будет вложить уже довольно толстое вязаное полотно смотрите так чтобы она тоже по центру чтобы замочек размещался убедитесь в том что шипы зацепили вязаное полотно после этого сильно сжимаем замок и загибаем обратно эти самые усики привлекать и ко всем этим процессам мужчин потому что у них это получается быстрее вот таким образом закрепила верхнюю часть теперь осталось наметить в каком месте нам нужно закрепить нижнюю часть естественно должно быть закреплена она так чтобы крышка при закрывании не съезжала ни в какую сторону чтобы она была не сильно натянута потому что вам в сумку еще нужно будет сложить что-то и объем сумки при этом увеличится поэтому с небольшим запасом делайте закрывание крышки чтобы туда все-таки можно было что-то положить закрывается обратная часть очень просто для того чтобы прикрепить обратную часть замка вам нужно будет вывернуть сумку приметиться заранее так чтобы у вас замок был по центру потому что с этой стороны вы не сможете оценить в каком месте он находится у вас на лицевой стороне сумочки сразу предупрежу это процедура не очень легкая потому что у нас толстое получилось полотно так как есть протяжки поэтому может быть даже вам будет удобно отодвигать эти протяжки если он у вас так стоит помещать усики под протяжками в общем сделать так чтобы полотно под усиками было максимально тонкое после того как вы разместили замок помещаете сверху к пластину сильно сильно давите и загибайте усики так чтобы они ложились на пластинку держать на весу одновременно и загибайте я не могу поэтому сейчас буду это делать уже на столе чем-то тяжелым вот такая сумочка у меня получилась в качестве фурнитур я выбрала золотую цепь сразу с карабинами кольца карабины которым я креплю цепочку и портфельный замочек пряжи потребовалось около 100 метров примерно 20 метров на крышечку и около 70-80 метров на основную часть всю необходимую фурнитуру и трикотажную пряжу вы можете приобрести в магазине лентомания точка ру ссылка под видео